Открывая заседание Совета, глава района Андрей Иванов отметил, что своей речью губернатор Московской области подвел итоги последних трех лет и обозначил стратегические пути развития региона. В этой стратегии прописаны конкретные шаги по развитию всех жизненно важных сфер Подмосковья. Это прежде всего экономика, ЖКХ, экология, дороги, больницы, школы, детские сады, жилье и, конечно, безопасность. Московская область добилась существенных успехов во всех направлениях. Модератором Политсовета стала депутат Московской областной думы Лариса Лазутина. Выступавшими были рассмотрены все основные направления регионального развития, отмеченные губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым. Например, по вопросам экономического роста своими соображениями с однопартийцами делился главный газовщик области Дмитрий Голубков. Исполняя стратегию губернатора в рамках его послания, безусловно, важнейшее место уделяется развитию экономики малого и среднего бизнеса. И вот те задачи, которые были поставлены губернатором еще три года назад по ускорению процессов газификации, по ускорению подключения, по упрощению процедур подключения, они, безусловно, отражаются в деятельности Мособлгаза. Вот если мы перейдем на язык цифр, то за последние три года скорость строительства газопровода в Московской области увеличилась в шесть раз. То есть сейчас мы строим не меньше, чем 350-400 километров газопроводов лишь только по программе газификации. Среди прочих, участники полицовета рассматривали вопросы социальной политики, строительства и ЖКХ, доступной среды и транспорта, экологии, культуры и спорта. Особое внимание при обсуждении уделили безопасности, повышению открытости власти и дорожному строительству. Вспомните Перхушковский переезд. Огромный объект. Это объект двух членов партии, я бы так сказал, Иванова и Воробьева в программе губернатора Московской области. Сколько машин, мы все ездим, правильно, сколько машин там было побито, сколько людей пострадало на этом переезде, сколько мы объезжали по времени, кто по пьяной дороге, кто по минке и так далее. Возьмите следующий огромный объект, который начался строиться, продолжается строиться. Это объект города Одинцово, это улица Маковская, соединяющий восьмой микрорайон города с основной частью города Одинцово. За последние годы регион сделал настоящий рывок. Открылось 122 новых промпредприятия, создано 200 тысяч дополнительных рабочих мест, привлечено полтора триллиона рублей частных инвестиций. Было газифицировано 174 населенных пункта, построено 317 детских садов и 55 школ. Шло активное расселение аварийного жилого фонда. Подводя итог форума, Андрей Иванов отметил, что в первую очередь за этими успехами стоят именно губернатор области и партия «Единая Россия». Мы сегодня с вами собрались в этом зале для того, чтобы еще раз пройти по достижениям не только Одинцовского района, но и всей Московской области в целом. Потому что зачастую бывают ситуации, когда на встречах с жителями, на встречах с населением, мы это видим и в военных городках, и во всех проблемных точках, где общаемся с людьми, люди задают вопросы, не всегда привязанные только к нашему району. Поэтому каждый партиист, каждый чиновник, который выходит на такие встречи, должен для себя иметь представление о том, как развивается Московская область, и о результатах, и о достижениях в том числе. Андрей Иванов также напомнил участникам совета, что принадлежность к партии власти – это в первую очередь огромная ответственность за все происходящее.